Друзья, Переправа ТВ в эфире. Сегодня у нас очередной разговор, очередная встреча с Михаилом Юрьевичем Богдановым, нашим постоянным собеседником, экспертом по школьно-образовательной тематике, руководителем Санкт-Петербургского родительского движения, собрания, и человеком, который держит руку на пульсе и поможет нам разобраться в хитросплетениях тех школьных преобразований, реформ, не знаю уж в кавычки их забирать или как, которые сейчас буквально валом двигаются перед нашими глазами. И надо пора разобраться в этом стаде, что есть настоящее, что есть ложное, что есть фальшивое. То есть мы сегодня поговорим о современной школе, о тех нововведениях, которые в нее пытаются инкорпорировать. Михаил Юрьевич, сразу вам слово передаю. Пожалуйста, сделайте такой небольшой обзор для нас. Дальше уже будет вопрос. Добрый день, друзья, добрый день, Александр Иванович. Значит, ну, собственно, сейчас основная, не знаю, как вот вы, может быть, даже где-то отголосками что-то слышали, основная такая волна очередного такого родительского возмущения началась, ну, от последних недель, да, с появления такого персонажа, как Егор Крид, да, в стенах школы. Кто такой Егор Крид, ну, несведущие люди могут просто, что называется, спросить у любого поисковика. Это молодой исполнитель, значит, который, кстати, там, ну, отдельно потом, может быть, отдельно скажу по его поводу относительно СВО, там отдельно интересная тоже интрига. Но вопрос не в этом. Это некий такой лидер молодежный, да, то есть он на слуху у нынешней молодой аудитории. Очень провокационный исполнитель. У него постоянно, так сказать, в текстах звучит всевозможная, так сказать, нецензурщина, апцентная лексика и так далее, и так далее. То есть, ну, и плюс к этому само содержание его творчества, оно все находится ниже пояса, как правило. Вот. И на этом эпатаже он, в общем, держит эту самую молодежную аудиторию, причем очень молодую, начиная, там, с десяти, с девяти лет и старше. Вот. И ничего умнее не нашли наши замечательные руководители проекта «Разговоры о важном», как пригласить его в качестве эксперта, который детям расскажет о безопасности в сети интернет. Появился этот ролик среди тех материалов, которые были предложены классным руководителям для показа, собственно, в школе на этом занятии. Среди прочих там были три ролика предложены, значит, среди них была и Касперская, вполне себе уважаемый эксперт по действительно информационной безопасности. Был представитель ВКонтакта. Спорная, так сказать, история, но, по крайней мере, он был вполне адекватным. Да, и он, то, что он говорил, это было и с размерной аудиторией, и, в принципе, правильно, да. Вот. Но, вот, покорил, конечно, всех Крит. На вопросы учителям, да, понятно, что большинство учителей просто не в курсе вообще было, кто это такой, да. И когда им стали задавать этот вопрос, часть из учителей сказала родителям спасибо, что предупредили и, соответственно, не использовали этот ролик на уроках. А часть учителей сказали, нет, мы тут вынуждены и должны выполнять предписание снаружи, сверху, с министерства. И, соответственно, будем показывать то, что прописано в сценарии. А он был прописан в сценарии, то есть буквально было указано, что использовать видеоматериал с Критом. Вот. И, соответственно, ну вот это вызвало большую бурную реакцию со стороны родителей, потому что, ну, скажем так, как минимум это странно. То есть это, если я правильно понимаю, такой аватар Дани Милохина, да? Ну да, да, такой несколько более, скажем так, причесанный, да, то есть без всяких там откровенных уж совсем там татуировок на морде, без абсолютного, так сказать, дебилизма на лице и так далее. Но в любом случае это вот примерно та же самая история. А это продукция, вот это вот ролики, начинка для разговора о важном, это продукция Минпроса, да? Да, его готовит, соответственно, Институт развития, я сейчас не помню, как точно называется. В общем, это подведомственное учреждение Министерства просвещения, которому поручено готовить эти материалы. Там еще интрига интересная была вокруг этого появления, значит, за несколько, по сути, месяцев до этого в общественной палате проходило обсуждение как раз тематики, связанной в том числе с разговорами о важном, и выступала там некая дама. Как потом выяснилось, это дама, а, да, и она, собственно, сказала, а чего вот нужно бы, может быть, вот таких лидеров общественного мнения приглашать детей, среди детей, для того, чтобы они рассказывали детям вот правильные вещи. Ну вот, а чем вам плохо, Егор Крид? Дама это никто иная, как оказалось, как жена, соответственно, товарища Новикова, это в администрации президента человек, который непосредственно занимается этими самыми разговорами о важном. Это вот дополнительная, так сказать, краска в эту всю историю. Да, то есть, а он не просто непосредственно руководит этим проектом, а, как говорят специалисты, которые непосредственно разрабатывают, да, эти, ну, кулуарно подтверждают эту информацию те, кто разрабатывает эти уроки, они говорят о том, что он не просто, что называется, курирует со стороны администрации президента, а он начальник управления соответствующего, да, а он вплоть до того, что сам, там, правят сценарии, да, и появление Крида, это, судя по всему, не просто так история, да, потому что до этого, повторю, его жена в общественной палате сказала, давайте пригласим Крида на эти мероприятия. То есть, ну, это, да, вот картина. Ну, это, знаете, Михаил Ильич, я, чтобы нас, может быть, лучше поняли и родители, и просто зрители наши, которые, видите, мы периодически на переправе ставим вопрос о том, что от рябины не родятся апельсины, вот, и, к сожалению, Господь говорит, судите их по делам их. К сожалению, вот мы вступаем в такую фазу межвремени, когда, казалось бы, одна, вроде бы, эпоха закончилась или заканчивается, или вот-вот она, так сказать, закончится, другая, как бы, начинается, но еще полностью не началась, мы оказались в межвремени. И теперь возникает вопрос, вот, когда администрация президента, которая, собственно, всю эту историю и сформировала, кто, откуда она взялась-то, она же, ее же не зеленые человечки пригнали, да, на инопланетном корабле, значит, и здесь они нам ее навязали, правда ведь? Она же как-то вот то, что у нас сейчас в школе творится, вот этот сумбур, каламбур, калейдоскоп каких-то чудовищных совершенно начинаний, это же все есть продукция, собственно, администрации президента. Я сейчас не в укор. В том числе, да. Констатация фактов. И теперь, когда случилась спецоперация, когда, наверное, они что-то чуют носом, что надо дым потянуть в другую сторону, а с другой стороны, может быть, даже оттуда, куда тянет дым, пришли какие-то указания, они пытаются из себя что-то такое соорудить, а получается все то же самое. Ну, как обычно, да, сделали опять, выпустили тот же автомат. Вопрос не в этом. Смотрите, подтверждение номер два, примерно тому, о чем вы говорите. Буквально следом, вот неделя не прошло, что называется, да, появляется новая история, которая вот сегодня буквально у меня на канале в очередной раз взорвала, что называется, интернет, и сейчас опять вызвала бурную реакцию. Это, собственно, движение. Несколько дней уже идет вот эта волна. Сейчас, извините, секундочку, здесь прошумит дурацкий автомат. Я повторю. Он промывается, мозги промывают. Ну, на самом деле, в продолжение вашего тезиса я могу привести еще один пример из, что называется, из уже вот текущей повестки, да. В последние дни также бурно обсуждается история уже не с разговорами о важном, а с так называемым движением первых. Но, опять-таки, это было косвенно связано с разговорами, а важно, потому что следом за вот этой историей с Кридом на следующую неделю было предложено организовать рассказ о том, что есть такое движение. Причем самое интересное, что эту историю, опять-таки, предложили, потому что родители возмутились ситуацией с содержанием того урока, который был предложен на 30 января по Станиславскому. Там тоже в сценариях был какой-то, ну, что называется, извините, полная дичь там была, потому что, рассказывая о Станиславском, там приводили в пример фильмы, ну, например, «Молчание ягнят», который просто имеет, так сказать, гриф 18+, там, с поеданием трупов и так далее. Ну, то есть, понимаете, это как бы вот... И после этого, после того, как мы эту историю опять вскрыли, вот с родительской стороны, да, срочно поменяли сценарии, убрали Станиславского на февраль на следующую неделю, посмотрим, что они там сделают, значит, изменят, наверное, эти сценарии. Но тихо, быстро, со словами, что у нас, ну, самая важная сейчас тема, это, значит, разговоры, в разговорах о важном, это вот эта новая пионерия, так называемая, да, то есть движение первых. Вот давайте тогда поговорим об этом 30 января. И выкатывают, соответственно, материалы, и предлагают зайти зарегистрироваться на сайт движения первых. Ну, то есть она называется «Будь в движении, там, РФ». Пошли туда родители, стали интересоваться, чем, что там предлагается, да, что это за движение и так далее. Увидели сплошняком опять какую-то вот, ну, знаете, такую... Материалы, которые можно назвать, не знаю, как какой-то, каким-то слепком с рекламы, причем вот такой дешево сделанной рекламы, в которой какие-то воодушевленные дети воодушевленно призывают куда-то. Но самую большую, значит, эмоцию вызвал ролик, в котором, собственно, вот сегодня я его буквально опубликовал у тебя на канале, где дети читают стиле суфлера абсолютно, значит, пустыми глазами, абсолютно безэмоционально, на веселенькой музыке, значит, не понимая, чего они читают, с улыбочками. Они читают о том, что вот были такие молодогвардейцы, они, значит, были фашистами замучены, и, собственно, вот патриотизм, это очень важно, знать вот такие истории, как вот с этими самыми, так сказать, молодой гвардией. И нужно, и поэтому приходи, пожалуйста, к нам в движение, будешь заниматься сохранением истории, а еще перейди по ссылке, а завтра мы поговорим об ОБЖ. И дальше идет опять роличек типа мотивационный, где, значит, будь в движении, и там молодые люди подпрыгивают, и, значит, там селфи делают, веселятся, показывают, значит, Виктории в эту самую камеру, и вот такая вот история веселенькая и замечательная. То есть когда смотришь этот ролик, ну, ощущение просто, вот я написал прямым текстом, что у меня просто вызывало это, ну, какую-то рвоту, тошноту. То есть нельзя вот настолько неуважительно, да, настолько пренебрежительно к истории было подавать этот материал. Дети, кстати говоря, тут ни при чем. И меня как бы изначально сказали, а что вы на детей тут, значит, ругаетесь? Дети вообще не при делах. То есть их просто посадили перед монитором, да, перед телесуфлером, попросили прочитать текст. С ними даже его не проработали. То есть там видно, что дети вообще не в курсе, о чем они читают. А чего кричат-то, когда скачут? Да, нет, они не кричат ничего, они просто скачут, веселятся и так далее. И у меня это тоже вызвало вот, ну, ассоциативный ряд абсолютно вот этот Соросовский. Да, мы помним эту картинку, да, когда дети прыгают и скачут московяку на геляку там и так далее, да. То есть кто не скачет, тот москаль. Ну, то есть вот это абсолютно та же самая калька. То есть люди, работающие сейчас на проекте с названием «Движение первых», они просто выучены на этом. И у меня встает вопрос, Александр Иванович, вот честно. А есть ли у нас другие люди, которые могли бы сейчас вот эту новую повестку реализовывать? Вот у меня какой вопрос. То есть мы берем, вот что не берется, что не берется какое-то направление, везде вылезает вот это вот, извините, так сказать, полное непонимание вообще чего делать. И это начиная с министра и дальше вниз по всем инстанциям, включая подвергственные учреждения, которые должны это дело реализовывать. Мы с вами и отчасти этот вопрос уже коснулись его. И я бы сказал так. Мне в своей жизни удалось, уж не знаю, повезло или наоборот не повезло, но я дважды был на Селигере. И тогда я наблюдал вот всех тех же самых ребят, те же самые Новикови, Кириенко. Это же все та же самая команда, Кириенко, так сказать, тогда был еще такой Яковенко, по-моему, такой. Вот, которые все это дело, всю эту суету организовывали. Но тогда было движение «Наше». У меня, кстати, уже к вам вопрос. Движение «Наше», «Молодая гвардия» и прочие вот эти, не знаю, как бы их помягче-то назвать, скороспелки, которые мне сами ребята-комиссары, когда я был на Селигере, они мне так потихонечку признавались у костра. Я их спрашиваю, а как вы вот живете, вот вы как работаете, у вас там инициатива, энтузиазм. Они говорят, да нет, Александр, какой энтузиазм? Деньги есть, мы бегаем. Денег нет, кончились. Мы останавливаемся, ничего не делаем. И, кстати, обратите внимание, где эти все молодые, гвардии, наши, ваши, никого нету. Они потом как-то были одно время актуальны, пока там боролись с очередной, так сказать, какой-то угрозой. Потом они как-то перестали быть интересны, они куда-то растворились. Сейчас вот их снова реанимируют в виде вот движения первых. И у меня вопрос, знаете, какой? У меня вопрос. Ребята, там наверху, ну я понимаю, что вы ни на что уже, наверное, не способны. Но вы хоть элементарные правила, приличия соблюдайте, но все-таки вы поймите, что перед вами не конченые идиоты. Может быть, правда, они и считают нас таковыми, но все-таки люди, которые прошли школу, воспитывались многие при Советском Союзе, то есть образованные. Помнят еще и пионерию, комсомолы, сами были. Пионерию помнят и так далее. Пионерия, кстати говоря, худо-бедно продержалась почти 70 лет. Да. Нет, самое интересное, Александр Ильич, ведь самое смешное, что ведь, во-первых, существуют вполне реальные и очень неплохие проекты в этой области. Они действуют вот вне времени и вне вот этого вот заказа со стороны, значит, политической власти. Я привел у себя на канале, у меня опять-таки был ролик, и могу вам скинуть просто, вы можете его, если хотите, вмонтировать, вот наш разговор после его, значит, где в Московской области существуют отряды, вот молодежные отряды лесничих. То есть они занимаются вполне конкретным делом. Они помогают реальным лесникам, да, и они ухаживают за деревьями, они сажают деревья, они обслуживают леса, там чистят, убирают, там на субботники ездят и так далее. Это вот такие вот, там их 10, больше 10 тысяч детей, которые в это вовлечены, по-моему, в Московской области. И у них есть замечательный ролик, мотивационный, что приходи к нам, мы здесь реальным делом заняты. И таких движений разного рода, таких вот групп, их по стране довольно много. И я, кстати, сейчас, видимо, затею такую историю, я начну рассказывать о таких вещах, что происходит дельного в школах по всей стране. Но это как бы самое смешное, что это как бы есть, но это все задвигается. И дальше, собственно, идет то, о чем вы говорите, распил денег. А вперед выдвигается вот очередной симулякор. Я вам еще к вашему рассказу, еще добавлю такую историю. Это мне рассказал один мой близкий товарищ, генерал Силовик. У них есть под Азовом Притеченский городок, где обучают молодых ребятишек, там от 10 и выше. Это не юнармия, тоже очередной, в общем-то, симулякор, но просто качеством получше немножко, чем эти. Ну, там другая задача у них. Там другая задача. Там обучают ребят. Так вот, он мне рассказал, что недавно наши бойцы из Вагнера, музыканты, они спасли одного парня, который один, будучи в доме, как тот самый Павлов, Кирилл Павлов, во времена Сталинградской битвы, отбивался очень долго от наседавших боевиков, стрелял там из всех этих, был ранен из окон, и они его просто пожалели. Вагнеровцы говорят, говорят, ну, парня погубят такого крутого, как Рэмбо. Вот, и они его вытащили. Оказалось, что этот парень прошел Притеченский городок. То есть, там обучались казачьи спасы, единоборства, скалолазания, значит, ориентация на местности и прочее. То есть, у меня, знаете, какой вопрос? В стране за эти годы наросло столько снизу, прямо у корней травы. Военно-патриотических клубов, каких-то потрясающих инициатив детских, каких-то отрядов, каких-то волонтеров. А я тебе рассказывать, я вам буду сбрасывать этот материал, потому что на самом деле действительно люди остаются вне внимания. То есть, они там работают, понимаете, они действительно создают вот... Ценности. Они создают ценности. Да. И они сохраняют, они сохраняют на самом деле эту страну, по большому счету. Потому что, знаете, вот постановка вопроса, указ президента о сохранении, укреплении традиционных там ценностей. Как будто ценности, это такой, знаете, некий такой, есть склад ценностей где-то там в подвалах Кремля. Его надо сохранять, да. Его надо сохранить, еще лучше укрепить, то есть подреставрировать. На самом деле ценности воспроизводятся самой народной памятью, традицией, духом. Они воспроизводятся и каждый раз они обликаются в новые формы. Но они внизу. Это народное творчество. И вот я даже думаю, мы не просто с вами будем обмениваться, а мы сейчас запускаем на базе Священного Холма такой проект, который называется Планета Русь. И мы там это все будем собирать в братскую кружку опыта, идей, начинаний, где мы сможем вот эти вещи просто элементарно собирать. Но как вы прекрасно понимаете, это не входит в тот разряд, так сказать, проектов, которые будут поддерживаться сверху. То есть это мы делаем с вами. Мне кажется, что сейчас мы уткнулись на самом деле вот на примерах сегодня озвученных, да, и я думаю, что они только будут появляться и с каждым днем все больше, потому что президентский указ про создание, значит, молодежного движения нужно исполнять. Соответственно, сейчас вся эта недееспособность и импотентность всех чиновников всех уровней полезет просто как из прога изобилия, поэтому мы сейчас будем это все наблюдать. Но вот в противовес этому надо показывать то, о чем вы говорите, и вот как пример этих лесников, там, значит, этих в Московской области и так далее, и ребят, которые в поле действительно что-то делают, я имею в виду не только в буквальном смысле, да, в поле. Значит, это нужно делать, и тогда, я надеюсь, что, может быть, ну, мы сможем поменять, что называется настроение в обществе, потому что сейчас на этом фоне идет негатив, то есть, вот вроде бы нужное дело, чтобы дети включались в эту работу, нужное дело, чтобы эти организации существовали и развивались. Но родители, когда видят вот этот официоз, вот этот вот безумный совершенно, ну, я даже не знаю, как это назвать. Фургализм опять, да. Да, они говорят, нет, мой ребенок никуда не пойдет, он вообще в школу не пойдет, он не пойдет ни на эти уроки, так сказать, по понедельникам, он не пойдет, он, вот чтобы, не дай бог, так сказать, ему вот эту вот чушь не внесли в уши. Это понятная реакция родителей, я их очень понимаю, но с другой стороны, этот потреб, ну, то есть, эту работу надо вести, то есть, вот ребенок должен включаться в общественную жизнь, он должен включаться в социальные проекты, в социальные практики, он должен получать новый вот этот вот опыт, да, общения, и главное, что он должен получать вот этот опыт дела, да, есть прекрасная, ну, Ивановская методика, да, еще в Орленке реализованная, которая, ну, просто вот ее бери и используй, да, нужно что-то, можно что-то брать из пионерии, можно что-то брать из комсомола, можно даже от скаутов брать, да, там разумные вещи, то есть, но на этом нужно строить современную актуальную повестку, где будет реальное дело, которое нужно, полезно, ценно, которое будет давать ребятам возможность самореализовываться и видеть результат своего труда, а не вот это вот подпрыгивание, так сказать, кто подпрыгнул, тот, значит, дерпер, как я написал. Кто выше прыгнул, тот главный, да. Да, да, вот, дерпер, да, ну, то есть, это, это, это на самом деле, вот, то, что сейчас делают эти чиновники, вот, то, что они сейчас реализуют, это, к сожалению, дискредитирует правильную, нужную работу. И вот нужно противопоставить этому примеры того, как это должно быть, чтобы люди это увидели, да, чтобы люди почувствовали, что на самом деле в школе существуют правильные проекты, что в школах существуют нормальные учителя, что в школах есть нормальные дети, которые заняты нормальным делом. То есть, понимаете, получается так, что сейчас, как бы заполняя информационную ленту, вот этой вот повесткой создания движений и всех остальных вот этих вот разговоров о важном и так далее, вот этим вот, не побоюсь этого слова, значит, гумном, да, то есть, ну, собственно, вот мы убиваем на корню вообще, в принципе, воспитательную работу в школе, мы убиваем вообще, в принципе, уважение к школе, мы убиваем, в принципе, уважение к государству. То есть, и вот это, я это иначе, как диверсии, назвать не могу, она искусственная, или она сознательная, вот это пусть разбираются там специалисты, меня это мало беспокоит. Я просто вижу эту диверсионность в самом подходе. И это продиктовано, если это импотенция, значит, этих людей надо просто убирать от власти, потому что, ну, так нельзя, так невозможно. Это просто начинается, просто работа на развал государства, прямая. И, ну, как бы, этому надо что-то противопоставлять, на мой взгляд. Ну, для начала, мы должны противопоставлять просто такой альтернативный, трезвый взгляд на вещи. Что мы, собственно говоря, и делаем, потому что я, например, когда я услышал о движении первых, я знаю, что там были другие варианты, движение Гагарина, по-моему, даже чуть ли не пионерию хотели, были варианты, но выбрали движение первых. Что по этому слою пионер вообще, вот если честно? У меня, знаете, у меня, честно говоря, просто какая-то оторопь настала. Я говорю, что значит движение первых, а последних куда девать? А сколько первых? А сколько первых? Вообще говоря, один первый. Все остальные уже не первые. Но те люди, которые вот это туда тумкали, так сказать, и дотумкали, они у них вообще, как бы с логикой там, уж тем более, я уж не говорю о нашей традиции. Если следовать русской традиции, то надо было создавать движение последних, потому что в Священном Писании сказано, что последние будут первыми, а первые станут последними. И вообще у нас призван человек жертвенно служить не своему карману и брюху, а жертвенно служить людям, государству и Богу, а не себе, любимому и родимому. То есть, какая-то, понимаете, какое-то дикое совершенно извращение, вот шиворот на выворот. И где здесь традиция? Ну, назовите мне традицию, где вот это звучит. Первый, 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 я должен быть первым. А я знаю где. Это ковбойская логика. Ну, это даже, это протестантская на самом деле история. А кто такие ковбои? Это и есть протестанты. Да, потому что там как раз, если ты не первый, то тебя Бог не любит. Ну, вот и все. Ты лузер, да, ты лузер, ты никуда не годишься. Но, опять-таки, люди, которые таким образом называют движение, не понимая даже, что они, ну, что называется, просто себя голым показывают. Король голый. Вот. И потом пытаются что-то... К сожалению, те, кто сегодня принимает решение, они реально голые короли. Ну, в том-то и дело, но, знаете, меня другое удивляет. Меня удивляет то, что я понимаю, что они, так сказать, ловят вот эти ветры, которые дуют, они пытаются как бы попасть в струю, угодить кому надо, так сказать, и потом отрапортовать. Это мне все понятно. При этом они берут ту же форсайтовскую начинку и втыкают ее абсолютно нетрадиционную, абсолютно контр-российскую. Они втыкают ее в какую-то новую рамочку и пытаются ее выдать за что-то полезное. Ну, это ладно, это мне понятно. А куда смотрит начальство наше? Верховное Главнокомандование, которое должно понимать, что это все не работает. Другими вещами, то есть там понятно, что люди, которые действительно принимают решения, они сейчас совсем в эту сторону не смотрят, у них нет на это времени. Но почему у нас нету в среднем звене более-менее вменяемых людей, которые могут это отсутствовать? Это большой вопрос. это примерно та же самая история, как мы можем сколько угодно, стоя на стуле, значит, рапортовать и выдавать лозунги актуальные, но в это время какой-нибудь поганый жучук древесный будет точить ножку стула и постепенно он ее таки подточит и что произойдет? Вот и все. То есть нельзя об этом не думать. Это дети, это будущее, это наш завтрашний день. Какими они будут, таких и будет будущая Россия. Ну, здесь я ничего не могу добавить, Александр Леонидович, абсолютно верно. Вот и все, да. Ну, мы исходим из того, что все-таки наше генеральное верховное руководство, оно все-таки обратит внимание на эти вещи. И я с вами полностью согласен, там надо проводить кадровую чистку. Там действительно уже ум за разум. Ну, ладно бы еще более-менее хоть прилично бы делали. Ну, хоть что-то похожее на, ну, на что-то правильное. Ну, хотя бы похожее на правильное. А я боюсь, что они даже не понимают, о чем вот я, так сказать, чем я возмущен, например, я или там мои соратники. Они, я боюсь, что они даже не чувствуют, они вот вероятнее всего, что просто даже обижаются. Мы сделали хорошее дело, а вы тут нас, значит, макаете в дерьмо. То есть, ну, вот, ребят, вы действительно не видите, а они действительно не видят. Они просто не, у них вот мозг вообще по-другому работает. Там политтехнологи, старые волны, я многих их знаю. Это люди, которые были воспитаны Соросом. Да, я это написал. Была такая компания, называлась она Интерньюз. Вот она в 90-х годах через себя пропустила десятки тысяч вот этих вот активных молодых ребятишек из телевидения, радио, из общественной сферы, из разных других публичных, так сказать, пространств, которым просто буквально перекодировали сознание. И они вот оттуда все это и является, и оно же продолжает. Оно больше ничего другого не умеет. Это естественная, так сказать, среда такая, естественное понимание мира. А то, что оно не соответствует никакой традиции действительно России, они этого не понимают. Так оно мало того. Ладно, оно было бы инертно, бесполезно. Но оно не инертно, и оно не бесполезно. Оно, кстати, работает прямо в противоположную сторону. Потому что вы правильно говорите, возникает разрыв между родителями и школой. Дети оказываются в вакууме. Значит, возникает недоверие между обществом и властью. Потому что невозможно этим вещам, если человек разумный, доверять. И как следствие, вот это вот единство внутреннего фронта страны, ведущей войну, нарушается, разрушается. И все. Ну, я не склонен тут строить конспирологических каких-то там, значит, или диверсионных версий. Доказать это невозможно, поэтому за это переживать я не собираюсь. А вот то, что за это надо бить по рукам публично, вот то, что я и делаю, и с вашей помощью в том числе. Спасибо вам большое. Мы таким образом, этим разговором положим начало вот этому большому действительно взаимодействию, которое должно будет показать, что это все есть. Но я повторюсь для наших зрителей, слушателей, что переправа модернизировала сайт Планета Русь, что мы будем собирать такие инициативы, показывать их, будем их, так сказать, естественно, знакомить друг с другом. Позитивные инициативы вы имеете? Да. Передавать этот опыт, конечно, позитивные, в том числе и молодежные, и не только молодежные. И тем самым накапливать исходный, так сказать, материал для того, чтобы когда руководство нашими молодежными инициативами, политикой молодежной в стране изменится к лучшему, к лучшему, на старые кадры я здесь не рассчитываю, они на это просто не способны, это уже очевидно, то тогда, по крайней мере, будущим лидерам молодежного движения будет на что опереться. Давайте работать на этот массив, да. Согласен. Я еще раз приветствую вас и благодарю за этот разговор. Мы беседовали с Михаилом Юрьевичем Богдановым, руководителем родительского петербургского движения, нашим постоянным собеседником, учителем с большим стажем, учителем информатики с большим стажем. Михаил Юрьевич, вашему движению всех-всех благ, успехов и будем на связи. Спасибо, Александр Иванович. Доброго дня вам. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok